Здравствуйте! Новости города на Ивантеевском телевидении. С вами Екатерина Бондрева. Партнер нашего выпуска – супермаркет новостроек группы компаний «Обмен.ру». Только проверенные жилые комплексы города. Подробности по завершению выпуска, в котором вы увидите. Педагог года. Завершен городской профессиональный конкурс. Чисто там, где убирают. Борьба со снегом идет с переменным успехом. Мягкая победа. Дзюдо в Ивантеевке развивается. Об этом и многом другом прямо сейчас. Уборка снега, а точнее не уборка, стала топовой новостью в социальных сетях. Действительно, справиться со всей выпавшей массой осадков сразу коммунальным службам и некоторым управляющим компаниям оказалось не под силу. Сегодня наша съемочная группа начала свой рабочий день в 7 утра, чтобы показать зрителям труд дорожников и коммунальщиков. 7 утра. На главной площади города вальсирует техника. Наконец, снежные завалы в центре города будут, если не ликвидированы полностью, то сокращены. Работы перед зданием администрации ведет городское хозяйство. Как поясняют в этой коммунальной службе, сейчас им катастрофически не хватает техники. На балансе в городском хозяйстве в данный момент находятся 4 единицы. Два трактора, которые подарил Ивантеевке губернатор области, пока не оформлены, говорят в управлении городского хозяйства. Однако техникой помогают различные организации. Например, Армгрупп, которая следит за дорогами городского значения, а также завод ЖБК. За МБУ городское хозяйство закреплены скверы, парки и площади. Но в городе существуют не только такие объекты. Жители микрорайона Детская жалуются на содержание междворовых подъездов и тротуаров. Вот когда был мокрый снег, вообще невозможно было ходить. Я не знаю, вот эти здания, парикмахерские, магазины, они что должны, какое расстояние должны очищать? Раньше, а сейчас много хозяев стало. Сейчас и не поймешь, да. Вот, смотрите, уборка. Эта уборка хорошая. Мы ходим, падаем, я позавчера вон так грохнула, что около дома одни машины, да, снег. Что сюда идешь по городу. Очень плохая уборка. Впрочем, у некоторых жителей особых нареканий к качеству уборки нет. Хожу с ногом гулять. Постоянно трактор чистит. Постоянно. Я вот каждый день хожу, каждый день чистит. Трактор вот здесь прям приезжал. Да, да, я. Почта. Видите, все затишено. Все, молодцы. Не вся довольна уборкой снега и в пятом поселке. Это частный сектор. За ним следит и убирает подрядчик, который выиграл конкурс. Фирма «Армгрупп». В целом за ней закреплена 81 улица. По словам подрядчика, у них имеется 11 единиц снегоуборочной техники. Генеральный директор «Армгрупп» рассказал нам, что проезды в частном секторе они убирают по графику раз в шесть дней. Такой режим обусловлен сметной стоимостью контракта, подчеркивает подрядчик. Собранные на городских улицах безобразие коммунальщики вывозят на снегосвалку, что за Щелковским переездом. Когда там площадь заполнена, самосвалы «Армгрупп» везут снег на собственную территорию за хлебозаводом. Управляющие компании ведут уборку снега своими силами. Техкомсервис, школьная, школьная 1, рэпы номер 1 и 3, а также профсервис, имеют собственную технику. Остальные управляющие организации арендуют тракторы, самосвалы и другие машины для зимней уборки снега. Что касается дорог, то они делятся на две категории – областного и муниципального значения. Первый убирает МОЗ «Автодор». За второй отвечает все та же «Армгрупп». Сегодня ивантеевские педагоги рукоплескали победителям городского профессионального конкурса. Во Дворце культуры юбилейной состоялось финальное шоу. Его мы покажем в наших следующих программах. Скажу лишь, что победителями в различных номинациях стали Илья Киселев, Марина Гончарова, Елена Борщевская, Марина Гелетий, Лариса Якушкина, Алина Шамина, Инна Саенко. А звание «Учитель года» Ивантеевки завоевала Мария Романова. Сегодня в завершении выпуска новостей смотрите рассказ о том, как проходил городской конкурс, какие испытания прошли наши педагоги. Милосердие и помощь набирают силу противостояния между волонтерами, которые подключились к судьбе одной вантеевской семьи, и органами опеки. Две дочки, годовалая и вторая два с половиной года, сейчас отлучены от родителей. Причина – пребывание в семье представляет угрозу здоровью детей. Действительно, основания для тревоги есть. Но сейчас в семье справиться с проблемами помогают волонтеры. Волонтер Дия попросила со своим ребенком посидеть бабушку, а сама помогает с ремонтом ивантеевской семье, которая хочет вернуть домой своих малышей. Помогают тут больше, наверное, человек 20. У нас есть несколько очень ярых таких волонтеров, которые работают до 4-5 утра, потом едут на свою работу. Они сами на одежде и Родион спят по 3-4 часа, потому что пытаются все быстрее восстановить, как только возможно. Понятно, что было сначала плохо, как бы здесь все, но сейчас они сами стараются. Немножко чувствуется, дали им немножко опоры, и они сами пытаются, насколько возможно. Крик о помощи бросили в интернете. Цитата. Органы опеки забрали детей из семьи. Полиция посмотрела квартиру и сказала, что условий для проживания нет. Конец цитаты. Эта история случилась 6 декабря. Надежда по документам – мать-одиночка, ей 21 год, девочкам – годик и два с половиной. Ну, как получилось, просто понимаете, вы сами сказали, у меня их двое, и у меня стоит постоянный выбор. Либо дома чистота, пустота в холодильнике, либо наоборот. А мусор, он не всегда успевает его выкидывать, в коридор его не поставишь и сама не вывнесешь толком. Вот так получилось. Так же вот со стиркой. Я вручную стираю. У меня батарея завешена, когда, если надо ждать, когда они высохнут, пакеты с вещами закапливаются. Вот эти вот две полки, вот тоже вот нам купили у лонтера. И вот, как мне кажется, закрепить, в принципе, из двух сторон. Ожидали такой отклик от людей? Честно, я сначала не думал, что это получится. Родион, именно он обратился за помощью в соцсетях, биологический отец девочек. Привез к себе в Авантеевку гражданскую жену с детьми летом этого года. До этого жили в Одинцово по месту прописки Надежды. Такого отклика от посторонних не ожидали. Здесь уже колготки и более-менее тёплые вещи. Сначала приехал Василий, и ещё Надежда и Михаил. Они как-то сначала всё замеряли, смотрели, что нужно выкидывать, что не выкидывать. Потом постепенно начали... Здесь вот был шкаф сначала, был старый, здесь был диван старый. Мы это всё сразу выкинули, через пару дней выкинули. То бишь, то, что всё здесь вот стоит, большая часть, вот это всё нам всё отдали. Вот детские кроватки, комод... Да-да-да, комод, кроватки, вот два шкафа. Диван. Да, диван с первого отца привезли. Потом вот самим ремонтом мы тоже помогали. Вот даже вот жена участвовала клеить, я помогал тоже клеить. Те, кто вот нам помогли, им большое спасибо, что не остались в беде. За короткий срок, пока дети в больнице, удалось сделать многое. И не только в плане ремонта. Пара уже подала заявление в ЗАГС на регистрацию брака, после чего папа будет восстанавливать отцовство. Понимаете, вот их забрали в дом малютки. Что такое дом малютки, я, конечно, не знаю, но примерно представляю. Потому что сама жила в саду пятидневки. Вот. Я думаю, им лучше будет дома. Потому что врачи и нянечки не всегда успевают всем внимание уделить. А детьми надо и поиграть, и они спрашивают, и они видят. Иди калякают, малякают. Младшая у меня пока по кроватке стучит ладошками. Пытается по ней ходить по полу, я ее не пускаю, у нее не получается. Вот. Старшая у меня, как его, калякает. Вот. Потом она вот уже вроде может на детских его фотографиях отыскать. Готовит мне, пытается помогать. Правда, я тоже не разрешаю там, потому что с ножиком в основном. Ну, во-первых, мне придется менять работу, чтобы поближе дома, чтобы быть, чтобы недалеко ездить. Хотя бы день-два или день-три брать себе. Ну, или почаще, как бы, помогать. Еще больше стараться помогать. Либо записку писать, чтобы хотя бы что-то, что можно сделать. А если приезжать с собой, чтобы они просто скажут, я буду, как бы, либо детьми заниматься, либо готовить, либо убирать. Ну, что там будет. Если грязно, то уборка. Если помочь ему приготовить, то так. То есть готовы брать на себя это? Да, готов. Ну, а так с детьми, как у меня получается, хорошо. По словам папы, он по профессии повар. Сейчас работает курьером в Москве. Волонтеры берут на себя обязательства поддерживать семью и дальше. И готовы, как бы, продолжать курировать. То есть не бросать там, помогли и забыть. А хотят, как бы, постоянно, как бы, приезжать, курировать, насколько здесь происходят изменения. Не произошли они в другую сторону. Вот. То есть, как бы, бросать никто не хочет. Потому что детки должны быть дома, все-таки с мамой. Во-первых, мы сами родители. А во-вторых, мне кажется, каждый человек может попасть в какую-то беду. Если у нас вообще уже ничего человеческого не останется, мне кажется, уже мир просто реально погибнет. Мне кажется, должно быть что-то все-таки еще в душах людей, которые не просто звонят в опеку и говорят, заберите детей, а которые там трезвонят соседям и говорят, давайте, может, мы чем-то поможем все-таки. Скажем, как надо, научим, если там не умеет на молоденькой еще. А у нас легкий путь – это вот позвонить куда-нибудь, настучать, и чтобы вот забрали. Потому что первая пора их поможешь, и потом, я думаю, все-таки они подумают, что вот, оказывается, можно по-другому жить. Мне кажется, изменится. Окончательное решение о том, когда дети вернутся домой, с соблюдением всех формальностей и закона, предстоит принимать органам опеки и попечительства. В Новый год с полной информацией о своем здоровье. Поликлиника приглашает ивантеевцев на диспансеризацию. В единый день диспансеризации все исследования, которые положены по возрасту, можно будет сделать за один день. Вы сможете сдать кровь, пройти флюорографию, выполнить прямо в здании поликлиники ультразвуковое исследование и маммографию. И затем даже, возможно, будет попасть к терапевту для профилактического консультирования. Мы его тоже проводим в отделении профилактики. Приглашаем всех наших жителей. Пожалуйста, приходите. Вы узнаете много интересного и полезной информации от сотрудников отделения профилактики, а также лишний раз посвятите день своему здоровью, а значит и долголетию. Творчество наших зрителей. Продолжается прием новогодних видеопоздравлений на наш конкурс. Первые участники уже прислали свои работы. Снимайте, творите. Город ждет ваши поздравления и добрые пожелания. Зарядись новогодним настроением на канале Ивантеевка 24. Подари праздник себе и близким. Придумай и сними видеоролик поздравления. Принеси его к нам в студию и выиграй призы. Это может быть мини-сценка или спектакль, задорная песня или маскарад. Возраст участников не ограничен. Творческий подход приветствуется. Здравствуй, Ивантеев. Мир тихий подмосковный удалок. Школа вторая, самая крутая. Счастья желаем, всех мы поздравляем. Я хочу быть чемпионом всех с Новым годом. С Новым годом, с новым счастьем. В этом году спонсорами конкурса новогодних видеороликов выступают Пушкинский гипермаркет «Глобус», Ивантеевские кабельные сети, Медицинский центр «Мой доктор», Магазин «Детский мир». Лучшие работы будут отмечены дипломами и призами. Работы принимаются по адресу. Центральный проезд, дом 1. Редакция канала «Ивантеевка 24». 5, 3, 6, 49, 59. Новый побед, Ивантеевка! Тепла и света в ваших домах и в ваших сердцах! С Новым годом, Ивантеевка! Нашу программу продолжает рубрика «Спортивная Ивантеевка». Первый этап первенства России по волейболу проходит в городе Иваново. Ивантеевские волейболистки 2004-2005 годов рождения заняли второе место в своей подгруппе и обеспечили себе место в полуфинале России, который состоится в марте. На сегодняшний день девчонки обыграли команды из Молокова, Мичуринска, Шуи и Мытищ и уступили только хозяевам соревнований команде из Иваново. 13 декабря в Ивантеевке прошел финал по волейболу среди юношей 2001 года рождения и младше в зачет комплексной спартакиады Московской области среди школьных команд. В финале приняли участие победители зональных этапов из восьми городов Подмосковья. Мужская команда из шестой гимназии города Ивантеевки уступила Королеву и заняла второе место. В Ярославле прошел третий этап открытого всероссийского турнира по плаванию «Кубок Золотого кольца». В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов со всей России и даже из Республики Беларусь. Ивантеевку представляли два пловца Александр Королев и Анна Катальницкая, которые в общей сложности заняли четыре первых, четыре вторых и два третьих места на разных дистанциях. Сегодня в тренировочный процесс вмешивается заслуженный тренер России Юрий Казунин. Юрий Петрович – мастер спорта по самбо, судья республиканской категории подзюдо. Юрий Петрович – один из первых заявил в 70-х о необхождении. На необходимости развития единоборств в Ивантеевке и Юбилейном. Закончил Московский институт физкультуры в 1973 году. Шесть лет преподавал там борьбу дзюдо. Работал в различных спорткомитетах городов Московской области. В 69-м году я появился в этом городе и тут же стал заниматься борьбой с самбо. В 72-м году в Советском Союзе был приятен гид спорта дзюдо. Я перешел на дзюдо. И потом у меня была еще школа «Молния» каратэ параллельно. Бывший дом пионеров мы занимались. Каратэ здесь зал был. Мы ставили стекла с цветом полы, носим. Делали сократный спортивный зал. Душами, тренерским пульсом. А каратэ начал заниматься тоже в Союзе и признаны в 78-м году. В 1778 году. В этом году Юрию Казунину исполнилось 75 лет, но он продолжает консультировать. Периодически приезжает в школу единоборств «Динамо Ивантеевка». Ведь его учеником является тренер клуба Игорь Спирин. А основатель школы Артур Цисарь – учеником его ученика. Главный девиз в спортивной жизни. Применять спортивные навыки только при защите слабых, чести и достоинства. И они как спортсмены не все могут чемпионами стать. Но все равно навыки-то есть. И поэтому надо, чтобы применять приемы при защите слабых, чести и достоинства. И чтобы это было лозунно. В свое время, когда я тренировал, они меня перед началом занятия прям строим. Наш девиз. И они строим вот это бред. А на стене все написано. Чуть не надо. Да, голод в победе, вечный голод в победе. Нет сомнений, нет. Жду вас на поле проверьте. Обыграть просто, обогнать ветер. Голод в победе, вечный голод в победе. Да, вместе как один, вместе как один. Вот, вместе победим, вместе победим. Да, вместе как один, вместе как один. Вот, вместе победим, вместе победим. На следующей неделе новичкам школы «Динамо Ивантеевка» предстоит пройти посвящение в спортсмены. Партнер нашего выпуска – супермаркет новостроек группы компании «Обмен.ру». Только проверены жилые комплексы города. Работает ипотечный центр. Получаем одобрение в 9 из 10 сложных случаев. Взаимозачет старой квартиры на лучших условиях. Адрес – город Ивантеевка, студенческий проезд, дом 2. А завершает нашу программу фильм «Отчет» о том, как проходил в Ивантеевке городской профессиональный конкурс «Педагог года». Я же Екатерина Бондарева с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Здравствуйте, милые ребята! Кто постарше и малята, я сегодня к вам пришла, за свою сказочку принесла. 27 человек – это, как обычно, и представители школ, дошкольных образовательных учреждений, наш центр творчества, детский дом. Я называю по-старому центр «Шанс». Все они принимают участие в конкурсе. Положение соответствует региональному. И если мы готовим нашего победителя принимать участие в областном конкурсе, конечно, мы должны работать по тем же правилам. В славном Подмосковье, да в милом городе Ивантеевке, более 800 педагогов и воспитателей сеют разумное, доброе, вечное. Почти 12 тысяч малышей и школьников учатся уму-разуму, впитывая знания, уроки нравственности, патриотизма и любви к родине. Собрались 17 лет назад руководители и решили, дабы повысить статус и престиж педагогического труда, дабы поддержать и поощрить, проводить отныне в Ивантеевке конкурс «Педагог года», а победителям поручить честь города отстаивать на областном уровне, а если повезет, и на федеральном. Поручили конкурс проводить и организовывать методическому центру. И начинается каждый декабрь состязание. Люди знают, люди привыкли, люди идут с удовольствием, с интересом. Руководители образовательных учреждений откликаются, поэтому сложности нет. Ожидание самое лучшее, это как всегда надо, мы знакомимся с чем-то новым, знакомимся с коллегами, мы делимся своим опытом. Волнуюсь, переживаю, но захотелось показать себя, себя проверить, на что я способна. Хочется встряхнуться, хочется увидеть новых людей, хочется подсмотреть новые идеи. 27 человек вызвались своим опытом поделиться, умение коллег на вооружение взять, да и показать, что старания направляют на овладение новыми федеральными образовательными стандартами. До финиша не все добрались, испытаний выпадает участникам немало. Первое – о скромности своей забыть, о себя показать, широту взглядов и увлечений продемонстрировать, и разъяснить, как дошли до жизни такой. Родилась я в Советском Союзе. У меня были очень хорошие учителя. Была, что столько лет работая, я работала в основном на интуитивном уровне. А оказывается, что я достаточно даже, почти даже профессионал. Когда же нам захотелось более подвижных занятий, мы с ними ходили, играли в углу лазерта. На методическом семинаре описывают участники свои инновационные методики и технологии. А жюри строгое оценивает, в том ли направлении на реализацию в ГОСОВ они движутся. Есть вопросы? У меня все равно есть. Получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей. В этом и есть отличие критического мышления от творческого мышления. Этот метод помогает формировать универсальные терминные действия, такие как личностные, подновательные, коммуникативные, рекомендуемые. Создание равных условий обучающимся с разными способностями для ситуации успеха. Дети должны жить в мире гармонии, красоты, сказки, игры, рисунка, фантазии. Чтобы у каждого ребенка было все в порядке, настроение, здоровье. Чтобы родились все смелыми, ловкими и сильными, и во всем умелыми. Другой тур. Раз, два. Второй тур лицом к лицу с детками. Дебютанты со своими открытые уроки и занятия проводят, а педагоги со стажем в незнакомых классах. Даже могу проанализировать два последних года конкурс, уровень. И, вы знаете, уровень подготовки значительно возрос. То есть уже можно наблюдать за педагогами, кто действительно в профессии. Кто горит душой, кому интересно, кто работает в соответствии с новыми стандартами, что немаловажно. И очень приятно и радостно за девчонок, которые вот так выкладываются в своей профессии. Это часы свеча. Тропинки и дорожки, которые прокладывают наши педагоги, зовут детей к самым интригующим открытиям. Нет неинтересных тем, уверены профессионалы, которые на каждом уроке удивляют. Испытывают это чувство и члены жюри. Каждый год находится воспитатель или учитель, или специалист, который возьмет и удивит. Все-таки современные технологии, современная жизнь, она вносит коррективы и в образовательный процесс. От этого никуда не деться. И педагоги наши идут в ногу со временем. Уже мало кто дает уроки, дает занятия по старинке. Уже это не те уроки, которые были в наше время, когда мы учились. Технология сотрудничества и гуманно-личностная технология. Игровая и проблемное обучение. Перспективно опережающее обучение. Технологии уровневой дифференциации. Наши педагоги все это применяют, развивают, внедряют. Детьми изготавливаем именно такую игрушку. Примерно через неделю вырастает травка. Вот здесь у нас будет зерно, и отсюда пойдет сочная травка зелененькая. Из яблок что мы можем приготовить? Вот дети. Пирожки. А пирожки у нас что? Тесто, духовка. Мастер-класс «Публичная демонстрация образовательных технологий». Оценивается ценностью методическое обоснование предлагаемых способов обучения, способность к импровизации, коммуникативная культура. Что такое доброта? Что это такое доброта? И увидеть нельзя, и нельзя потрогать. Доброта — это когда? Доброта — это тогда, когда Все друг к другу друзья И летать все могут Траввыдры норовит выливать рыбу Ла-ла-лу Лу-ла-ла К счастью пришли Подосказочный мир Открытые Любви, добру и свету Но зажатых стенок домов И квартир День за днем Забываем об этом Надо жить, не дрожат и скуга Быть открытыми, как малыши И уметь заступиться за друга И смеяться уметь от души Гражданскую позицию, общую культуру и эрудицию Демонстрируют участники в конкурсном задании «Совет педагога» Как правильно подать себя, как преодолевать стресс, справиться с переутомлением Школьное жюри внимает и оценивает Сразу несколько педагогов выбирают для совета тему времени Как его не только беречь, но и рационально распоряжаться Тем более, что в тайм-менеджменте учителя стали доками Стараясь за нагрузками на работе, профессиональным ростом, творчеством Не забывать о семье То, что они рассказывают, это интересно И, конечно же, это интересно слушать, брать на свой счет Скоро сдавать всем экзамены Мы все волнуемся И затрагиваются такие очень достаточно То есть всем нужные проблемы Самым трудным, скорее всего, оценивать, так сказать, способы решения проблем Ну, а все-таки ораторское искусство легче всего как-то оценивать Это очень сложно, на самом деле И очень хочется их поддержать Оценивать их трудно, но Ну, так как нам задачу такую сделали Мы это выполняем Добро должно быть в полакане В финале, поучаствовав в дебатах Педагоги с надеждой и нетерпением ждут вердикта судей Скажу лишь, что победители в своих номинациях набрали от 238 до 341 балла И прямо сейчас мы узнаем, кто сердце отдает детям Самый классный, классный, лучший специалист доу и педагог-психолог Лучших дебютантов конкурса, воспитателей педагога И победителей городского профессионального конкурса Воспитатель года и педагог года Какой урок, куда бежать журналом Уладить ссору и писать отчет Всегда улыбка на лице устала Все ни по чем, такой уж мы народ Главнее всего у нас работа А все другое на потом Лиша в одном у нас забота Учить детей примером и добро Любой пустяк меняет настроение А ученик не должен это знать Кого хвалить мне проявить терпенье Должны мы с вами точно угадать Главнее всего Вести уроки Задача эта Это нелегко Учить детей А все, что кроме Легко уладить С помощью звонка Он наш герой А все, что кроме Сказать по правде Просто суета Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok